Посиделки на Дорожном Радио С удовольствием Расскажите, как, в общем-то, отметили это событие? Скромно, в этот раз очень скромно По-семейному посидели без всякого пафоса Я помню свой 60-летний юбилей Там было все круто А тут по-семейному, спокойно, тепло, уютно Решили немножко отдохнуть? Да Не работать в этот раз? Ну, вообще, конечно, лучше не работать На день рождения-то, да, я согласен Да и вообще лучше не работать, да А тебе все было за это Хорошо устроился, да, чтобы не работать, а все было Это послепятничное настроение такое А, субботнее, нормальное А, кстати, ну, завтра придется немножко поработать, Александр Нет, отдохнуть А, завтра, завтра Конечно, завтра мы работаем, да Завтра премия Звезды Дорожного Радио Совершенно верно Одиннадцатая церемония вручения народной премии И Александр будет исполнять шикарную песню «Быть с тобой», которая в хит-параде у нас находилась И люди за нее активно голосовали Честно говоря, вот мы не имеем права ведущей голосовать Но я бы отдал свой голос за вашу песню Спасибо Потому что мне очень понравилась она Зашла, как говорят, знаете, в народе Зашла А расскажите, кстати, как она создавалась, эта песня Все достаточно просто Артисты получают какой-то материал по почте Или по ватсапу, или еще каким-то образом От авторов И я так периодически все очень внимательно отслушиваю Эта песня, когда я ее услышал Мне надо было посоветоваться, естественно, с руководством С руководством это с каким? Подождите Это с женой вы имеете в виду? Ну, конечно, да Ну, понятно, да Да Вот, значит, ну так У нас такая игра домашняя, поэтому мы вот так работаем Она послушала тоже, говорит По-моему, прекрасная песня И мы решили ее записать Я позвонил Диме Так, Дима это кто? Рассказывайте Дима это автор песни Дубинский, да Автор песни, так Автор музыки Автор музыки Да И мы встретились в студии, записали И как-то все легко достаточно И красиво получилось И потом она пошла, пошла И вот сейчас, представляете, мы едем в Питер И завтра в Санкт-Петербурге Александр Малинин, конечно, исполнит эту песню Да, видеоклип пока еще нет на эту песню Видео, как я понял Да, ну мы... В процессе В процессе, да Опять же, ваше руководство принимает участие в создании видео? Нет, нет, нет Во всем принимаю я Единолично принимаете решение? Ну, конечно, ну так Просто, знаете, иногда, конечно, советуюсь Голос со стороны Человек непрофессиональный Должен просто услышать своим ухом, сказать, нравится или не нравится Это два критерия Больше ничего не надо А вообще, насколько часто Эмма Малинина, ваша супруга Раз уж мы начали про это говорить Она вот в вашем творчестве принимает участие Ну, видеоклипы мы видели, где она была Ну, я, конечно, советуюсь с ней Потому что, я еще раз говорю Голос, который не совсем заинтересован Но вот в критериях нравится и не нравится Вот так вот она, да? Ну, конечно, ну, то есть Все равно она же Она врач Понимаете Кандидат медицинских наук У нее другое направление в жизни И она занимается совсем другим Как бы с другими вещами По жизни Но вот иногда ей приходится сталкиваться с тем, что У нее муж Все-таки творческий человек Иногда О себе в третьем лице так хорошо Да-да-да Да, и я с ней, естественно, что-то обсуждаю, конечно Завтра Эмма Малинина тоже будет на церемонии Вручения Народной премии Звезды Дорожного Радио Потому что она все время присутствует Там, где вы, там и она Нет, не всегда Не всегда? Нет Вы поедете в Питер сегодня еще в Москве В московской студии А завтра на Сапсанчик, да, и туда Да Предпочитаете именно этот транспорт? Нет, нет, я сегодня поеду все-таки поездом ночным А, ночным Да Ну, хорошо То есть Красная Стрела? Нет А, дорогие друзья, Александр Малинин сегодня с нами Который завтра будет принимать участие в 11-й церемонии Вручения Народной премии Звезды Дорожного Радио Кстати, будет трансляция в Одноклассниках Поэтому всех призываю смотреть Не только слушать, не только приходить на концерт Если по каким-то причинам вы не можете оказаться в Питере Милости просим в Одноклассниках Прямая трансляция А у нас сегодня, Александр Малинин Вы родились в Екатеринбурге Вот, а давайте в Питере Вот, что вас привлекает зимой в этом городе? Я вам честно скажу Когда я впервые в своей жизни попал Тогда еще в Ленинград Я был воспитанником в Советской Армии Приехал в Ленинград с группой пионеров Это была наша такая команда Которой назывались Лазаревцы И мне было тогда 14 лет Я был воспитанником Играл в музыкальном оркестре В военном музыкальном оркестре И это была такая моя командировка Я поехал туда в военной форме Я помню мое ощущение, когда я приехал в Питер Шел по Невскому Шел крупный снег И все мои ботинки промокли И покрылись белой солью Но это меня не смущало нисколько Потому что я был в таком очаровании Я находился как в сказке Это было предновогоднее такое время Город был украшен гирляндами Везде были елки Люди шли, улыбались Прекрасное было настроение Я попал в эту атмосферу праздничную И для меня Санкт-Петербург Остался вот в моем первом впечатлении Самым ярким, самым добрым Самым теплым Самым удивительным просто И это мой самый любимый город в мире Я туда всегда приезжаю с таким удовольствием И летом мне нравится Питер И зимой я его обожаю Вы сейчас когда рассказывали У меня прям музыка тривердива играла И Александр Малинин идет по Петербургу И снег над Венинградом И хлопья снега И прям ирония судьбы Но уже хочется Нового года Остается в общем-то немного Семейный праздник такой А кстати вы уже... Вы знаете, вы можете не сомневаться Он обязательно придет Очень в это верю Есть у вас какие-то новогодние традиции Александр, в вашей семье? Ну вот смотрите Мы живем за городом И под Новый год, когда есть снег То дети были когда помоложе Мы заказывали тройку И везли их по снежному полю В лесочек, который у нас там рядышком есть В этом леске мы заранее заряжали Деда Мороза И снегурочку Разводили огромный костер Заряжали их подарками для детей Приезжали туда с детьми К костру Выходил Дед Мороз со снегуркой из леса Встречали наших детей Они им рассказывали какие-то стихи Танцевали, пели песни И они им дарили подарки Мы сидели у костра Прыгали через огонь В общем, это... Сказочная история абсолютно Да, ну знаете... Тройка бубенцы Детям нужно всегда устраивать праздник А вместе с детьми и мы тоже получаем Вот именно это удовольствие от праздника И завтра, дорогие друзья 3 декабря мы устроим праздник в Петербурге Еще раз призываю всех смотреть трансляцию В Одноклассниках На нашей странице Дорожного радио И там будет звучать песня В том числе Александра Малинина «Быть с тобой» Я предлагаю сейчас ее послушать Дорогие друзья, сегодня вместе с нами Александр Малинин Вы как-то сказали мне, что вы кофеман, Александр Какой кофе вы предпочитаете, кстати? Разный Разный кофе Капучино Американо Эспрессо Кофе может быть только эспрессо Никакие капучино Это все производное от эспрессо То есть эспрессо должен быть просто чистый Без всякого сахара Глоток эспрессо Я очень люблю И сразу так, ух, и бодрость испытываете Бодрости, конечно Вот как сегодня, в субботу мы испытываем бодрость Но кофе, вот что мы можем предложить? Завтрак какой обычно? Кофе и финик Все так вот скромненько Да, и пару глотков воды А ишенка? Ишенка, ишенка Круассанчик Саннисайдап Как говорят наши друзья Так Ну что, каша Овсянка, сэр? Овсянка, конечно Я слышал, что самая полезная каша Овсянка На воде Да, только на воде, да Без сахара, без соли К этому надо привыкнуть Но потом, когда человек привыкает Есть без сахара, без соли То Есть ощущение натурального продукта Ты понимаешь, какой он на вкус Без всяких специй Поэтому Александр Малинин, друзья, рекомендует Завтра Александр отправится в Питер Я еще раз хочу об этом сказать Сегодня даже Ну как бы в ночь Сегодня на завтра Ночной поезд А вот давайте такая игра у нас Правда или что? Правда ли, что вы учились На машиниста Помощника машиниста Это правда Это правда? Да, ровно 4 дня Долго продолжалось ваше обучение Там была такая ситуация Я вообще не хотел туда идти Просто в советские времена Человек Должен где-то учиться Или работать Если он нигде не учится Не работает Он тунеядец Существует статья Когда его могут за это осудить И посадить в тюрьму У меня был такой период Когда я закончил 8 классов Я пришел воспитанником В военный оркестр Я уже говорил об этом И поступил в вечернюю школу И вот 9, 10, 11 класс Я заканчивал в вечерней школе В это время я был Так сказать Служил в армии В этом музыкальном оркестре Но потом У меня такое пришло ощущение Что я понял Что это не мое Что армия не для меня И я уволился оттуда И вот был такой период Когда мне нужно было срочно Куда-то определиться И у меня мой дядя родной Работал мастером В профессионально-техническом училище Где готовили Разных там специалистов И в том числе Он говорит Ну давай мы пока Твои документы положим К нам в училище И мы до такой степени Так сказать Я был в поиске Что я Началось 1 сентября И мне нужно было Так сказать Ну пойти учиться Я попробовал Я 4 дня там проучился Забрал документы И ушел туда Узнал какого цвета стоп-кран И на этом обучение закончилось Я не смог там Я понял Что это совсем не мое Я всю жизнь Готовился стать артистом А тут вдруг Такая ситуация Но тем не менее На поездах приходится ездить Нет Постоянно И получать удовольствие Конечно Хорошо Продолжаем Правда ли что вы можете Проехать на велосипеде 80 километров За один раз Да И даже больше Даже больше А где вы наматываете круги Расскажите По Москве Ну вот Обычно мы отдыхаем Летом в Италии И там Очень Хорошие Хорошие возможности Заниматься велосипедным спортом А ну там горы Да Как раз Да Горы Сначала Трассы подготовленные Вдоль моря А потом Все разъезжаются В горы Но Утром Все велосипедисты Как бы сбиваются В такой пилотон И едет Когда такая команда Огромная едет Это Ну во первых Они проскакивают На красный свет И все их пропускают Уважают велосипедисты И когда едет Человек 50-60 А то есть 100 В таком пилотоне Ты выезжаешь Так потихонечку едешь Вдруг пилотон идет Пристраиваешься за ними И до гор А там уже потом Все разъезжаются И наверх Да Но лучше ехать сзади Да Потому что так веселее Ну всегда Когда висишь на колесе Всегда легче Профессиональные термины пошли Ну хорошо Зимой На велосипеде Наверное Нелегко кататься Поэтому Дома Дома Крутим А у вас есть Сделал тренажер Да А лыжи там бег Может быть как-то Лыжи Ну лыжи в основном Горные лыжи Это я люблю Такие беговые Это еще В прошлом В школе Последний раз Продолжаем Правда ли что вы Своим наставником Считаете Владимира Высоцкого Ну у меня Было несколько Учителей в моей жизни Но один из таких ярких Да Я Многому От него научился Это экспрессии Подачи Расщеплению голоса Он очень расщеплял голос Ну так технически Он же голос не срывал себе Потому что у него было Природное такое расщепление Этому можно научиться Это Есть такая техника Расщепления голоса Когда вы пели песню Корида Вы как раз вот занимались тем Что расщепляли голос Да Я много поорал В свое время Когда служил В рок-команде А еще вот Вы сказали Что у вас есть И другие учителя Назовите их Вот кто это Ну это мои педагоги Которые преподавали мне Академические вокалы Народное пение Вот Мой первый педагог Няня Александра Мальгенова Она Стояла у истоков Создания Уральского народного хора Была первым Концертмейстером Уральского хора И вот она была Моим первым Учителем пения Я И вот Первые мои шаги В вокале Конечно Она мне преподавала Ставила голос И так далее Потом менялся Менялась манера Исполнения И я учился Уже академическому вокалу Вот И у меня Один из Ну так сказать Вот Моих последних Учителей Вадим Константинович Коршунов Такой Который мне преподавал Вокал И Я ему очень благодарен За то Что он мне стабилизировал Мой вокал Что он Помог мне Так сказать Почувствовать себя Свободно Правильно Извлекать звук В правильной позиции Брать верхние ноты И так далее А вот несмотря на то Что Высоцкого Вы считаете учителем Вы с ним все-таки Не встречались Не приходилось Нет То есть у Вас было Просто много записей Вы учились Там тоже Звукоизвлечения И так далее Лучано Повороте Тоже Вы считаете его Отчасти учителем Да Можем назвать Знаете Когда я с ним пою Мои связки Они Правильно Встают в позицию То есть иногда Есть Артисты Которых Выбирает Вокалист Они Близки ему По структуре Вокальной По аппарату И вот Повороте Очень мне Близок То есть я Пою с ним И у меня Правильно Работают связки Правильно Работают аппараты Я не устаю Когда с ним пою А допустим Там Кауфман Или кто-то Из других Супер Теноров Которые Сегодня Современные Знаете Это немножко Другая структура И у меня Голос начинает Сразу же уставать То есть каждый Выбирает для себя Своих То есть певец Он в некоторой степени И спортсмен Да Потому что надо Там тренировать Мышцы Связки Обязательно Обязательно Без этого Невозможно Если ты не тренируешься То ты Ну как знаете В джим Зал Вот ты ходишь И у тебя с каждым Разом Прибавляется И прибавляется Вес Да Ты можешь Там То что ты жмешь Потом Долго-долго Не ходишь Думаешь Сейчас вот я этот вес Возьму Садишься И уже не можешь Ничего не получается Просто надо постоянно Держать в тонусе мышцы Так же и в вокале То есть ты не можешь Взять верхние ноты Если ты не занимаешься этим Поэтому нужно Тренироваться во всем Правда ли что Вы совсем не употребляете Сладкое Да Я закончил Употреблять сладкое Да нет Натуральный Финик я могу Мы уже поняли С кофе Да С кофе Но это натуральный сахар Который Вот единство Что я могу Яблочко тоже Да может быть Ну фрукты Это естественно А вот так вот Чтобы тортик И даже в юбилей Не кусочек Не Десерты я не ем Вот такой человек Александр Малинин Правда ли что Вашей семье Не принято говорить Зайка Котик Солнышко Вот такие вот Уменьшительно ласкательные Я думаю что наверное Моя жена уже привыкла К тому что я Не употребляю Этих Слов Хотя Многие Пользуются этим Говорят Мурмур Ласковые Мурмур Все это Но я Так вот Мое Детство прошло Очень суровым Таком Жестком Варианте Поэтому Я не слышал никогда В свой адрес Поэтому и не употребляю Но все таки Котенок в вашей семье Встречается Котенок есть Это Никита Малинин Да Но сейчас он уже себя котом называет Да Ну Когда котенок подрастает Он становится котом Да Александр Малинин сегодня в гостях В программе Посиделки на Дорожном радио Скоро Вас ждет Александр Такое серьезное задание Нужно будет кое-что угадывать Попробуем И к там присоединиться Алена Арсеньевна Мы скоро продолжим нашу беседу В субботу С 10 до 11 Посиделки Только на Дорожном радио В гостях у Никиты Леонова Народный артист России Александр Малинин Еще раз доброе утро Александр Доброе утро И Алена Арсеньева к нам присоединяется Доброе утро Доброе утро Александр Доброе утро Никита Привет Аленушка Я про часовые стрелки Вот все меньше и меньше времени Остается до 11 церемонии Вручения народной премии Звезды Дорожного радио Да Действительно И там будут звезды первой величины И Филипп Киркоров И Шаман И Юта И Юлия Савичева В общем список огромный И Александр Малинин Естественно тоже Будет петь Сегодня как мы выяснили Вечером он садится в вечерний поезд И утром В вечерней лошадью отправляюсь Да В Санкт-Петербург Но прежде чем вы туда доедете Сейчас будут экзамены Александра Да Небольшое задание мы для вас подготовили Предлагаю вспомнить романсы Вообще в вашем репертуаре достаточно Очень много даже можно сказать Романцев И вас не зря называют королем романцев Сейчас задание очень простое Мы будем слушать отрывки композиций Ваша задача угадать Кто их исполняет Да Вот так Это современные Исполнители Современные Подсказка Подсказка небольшая Все артисты завтра будут с вами на одной сцене Весело Я даже не знаю кто будет со мной на одной сцене Ну я думаю по тембру По исполнению Для меня наверное это будет сложный Сложный Ну давайте попробуем Ну мы вам что подскажем Да-да-да Давайте Да Это Таня Булонова Тут справился элементарно Да-да-да Кстати говоря Александр тоже исполняет этот романс Я знаю в концертах Да-да-да Только немножко по-другому Ну да У всех разные исполнения Да конечно Мы идем дальше Следующая композиция Это не Зара случайно? Давайте мы сначала вспомним Где звучал этот романс В каком произведении? В фильме В фильме Александровича Рязанова Да Да Абсолютно верно Это Зара А вы говорите Будет сложно Так легко Александр отгадывает всех Вы мне просто подсказали Кто будет участвовать В премии звезды дорожного радио Да Но вот по интонации Да Вы сразу понимаете Что вот это тот или иной исполнитель Да-да Каждого исполнителя отличает Какая-то вот своя фишечка Да Манера Конечно У каждого есть свои тонкости В тембре голоса Да Мы идем дальше От зари До зари От темна до темна О любви говори Поветарная струна На-на-най 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 Точно не скажу Кто это Ну уже не Зара Как бы да Потому что Не Зара Потому что Зара уже была И не Буланова Может быть есть предположения Какие-то Кто это может быть Сложно мне сказать Сложно Не знаю Не знаю Исполнительница Это точно Да Конечно Поет женщина Поет девушка Очаровательная девушка Темненькая Ну если вот говорить О внешних каких-то Ну о внешнем виде Я бы подсказала так Это спутница Аладдина Если мы вспомним Тут Александр еще больше Жасмин Жасмин Конечно Да что вы Правильный ответ Жасмин Все-таки Александр Ответил верно Тут было сложно Нет Ну вы мне подсказали Я Я Да Ну хорошо Мы идем дальше Давайте перейдем К мужчинам Исполнителям Давайте попробуем Однообразные Однообразные Мелькают Все Род с той же болью Дни мои Как будто розы Это не шаман С прошедшим праздником Не так давно Он отметил день рождения Ему 32 года Какой юный возраст И какие подает надежды Мы идем дальше Следующий отрывок Хочу ласкать Хочу любить Хочу тобой Ну это Коля Это Коля Тогда вы сказали Коля Я даже не буду спрашивать Расторгуев или Басков Потому что все поняли Какой Коля Конечно Это Николай Басков Кстати запись 20-летней давности Мы нашли Это 2003 год То есть он был Примерно такой же Как шаман сейчас То есть я так понимаю Что через романство Все попробовали Да Все Этот жанр Все прошли через это Понятно А королем является Александр Малинин Ну что делать Должен кто-то Быть сверху Ну и у нас Заключительная композиция Слушаем Там нет меня Где на песке Не пролегли Твои следы Где птица белая В тоске Где птица белая В тоске Кружит у пени Сталь воды Так Тембр похож на Игоря Николаева Но не знаю Кто это Похож на Не Игорь Вот такой ответ Не Игорь Кто-то под него Подделывается Кто-то под него Косин Но на самом деле Кто-то Это Игорь Все-таки Николаев Это он исполнял Да что вы Да Тогда я просто угадал Поэтому вы завтра ему скажете Что Слушал вчера романс В твоем исполнении Но не угадал Да не ожидал Да Александр Абсолютно угадали вы все 6 из 6 Мы почти вам и не подсказывали Несмотря на то Что вы сомневались Я очень сомневался Мало того Я даже переживал Что я сейчас так облажаюсь И вообще Покажу Что я никого не узнаю Нет Она пока еще Узнал всех Пока еще молодец И завтра Эти люди будут вместе с вами На одном концерте На одной площадке Прекрасно Прекрасно Александр Спасибо большое вам Хорошей вам дороги Спасибо Хорошего фестиваля Хорошего концерта Спасибо вам за приглашение И за то что вы поверили в песню Которую я исполняю И она действительно встала в ряд С другими достойными песнями Которые крутятся на дорожном радио С удовольствием всегда слушаю дорожную радио Чего и желаю всем кто нас слушает И даже тем кто не слушает Посоветуйте им слушать дорожное радио Кстати номер один в России Вот недавно провели исследование И дорожное радио номер один по стране Так что вот Я не зря попал Именно на дорожное радио И номер один еще В такую хорошую компанию Александр Малинин Сегодня с нами в посиделках Аленушка тебе огромное спасибо 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 всем До встречи На моих концертах Александр Мы еще с вами кстати поговорим Немножко В том числе на концертах Мы прощаемся уже Прощаюсь я Прощается Аленка А мы с вами еще поговорим Отпускаем Да В субботу С десяти до одиннадцати Посиделки Только на дорожном радио В гостях у Никиты Леонова Народный артист России Александр Малинин Сегодня у меня в гостях Доброе утро Еще раз Александр Доброе утро Хотя вот знаете Стрелки показывают Что скоро Вам пора на поезд К сожалению Настроение у Александра Чемоданное Фактически Да Знаете Нам ведь собраться Как подпоясаться Артисты все очень мобильные Достаточно Звонят Говорят Срочно Выезжаем Выезжаем Значит вы всегда готовы Всегда чемодан собран Александр Про сольные концерты ваши Мне хочется отдельно поговорить Вот наверняка Они скоро будут И расскажите где Нас слушают по всей стране Огромная страна Включилась На дорожное радио Настроилась И Александр сообщает Куда пойти людям Достаточно много гастролей Этот год для меня юбилейный Я Те кто не знает Хочу сказать Что я не скрываю Своего возраста Мне 65 исполнилось И этот год Действительно Буду работать Юбилейную программу В которую войдут Мои лучшие хиты А также Несколько новых песен Которые я совсем Недавно записал И они Очень органично Влились в программу Где-то В каких-то Городах Эти концерты Будут проходить Симфоническим оркестром Где-то Будут проходить С Духовой группой С медной Группой Где-то Мы будем работать Малым составом Но От этого Не меняется Настрой Подача И Самое главное Что Люди Когда приходят На эти концерты На мои Они Всегда уходят Счастливыми Это абсолютно точно Потому что Моя семья вся Любит ходить на концерты Александра Малинина Вот абсолютно Честно вам признаюсь И получаем Колоссальное удовольствие Спасибо Вот великолепно Работаете Я готов еще Еще пойти на ваш Концерт Ну вот Пользуясь случаем Тогда я хочу Всех пригласить Приходите Когда увидите Мои афиши В городе Поверьте Все что вы услышите Вам понравится Ну и завтра Дорогие друзья Добро пожаловать В Петербург Если вы не будете В Петербурге Настраиваетесь Одноклассники Включайте нашу страницу Дорожного радио И там будет прямая Трансляция Одиннадцатой церемонии Вручения Народной премии Звезды Дорожного радио Где выступит В том числе Александр Малинин Который сегодня Принимал участие В посиделках На Дорожном радио Спасибо вам Спасибо Но я хочу Своей стороны Тоже пригласить На этот концерт Приходите обязательно Будут самые лучшие Артисты Будут звучать Самые красивые песни Ну и конечно же Мы повидаемся с вами Спасибо Вы увидите Как я выгляжу В свои 65 лет Надо сказать Что выглядит Александр Хорошо Прекрасно выглядит Дай бог Как говорится каждому Спасибо Приходите Меня зовут Никита Леонов Пока В субботу С 10 до 11 Посиделки Только на Дорожном радио